Ностальгия врывается в чат с этими легендарными пакетами. Кто пишет, вспомнила какая я старая, все помню. Да, я тоже помню. Мы их даже стирали, потому что это пакеты были на века. Хочу, чтобы мою жизнь постоянно комментировал Леонид Каневский. Школьная пора самая счастливая в жизни ребёнка, но наш герой именно здесь уничтожил почти все свои нервные клетки. Еда всегда приносила людям огромное удовольствие, а наш герой обожрался настолько, что чуть не помер. В жизни бывают много интересных моментов, но нашему герою это неизвестно. Но это уже другая история. Если ваше правое полушарие доминирует, вы увидите розовый и белый. Если ваше левое полушарие доминирует, вы увидите зелёный и серый. Проверьте своих близких, очень интересно и правдиво. Чего? Здесь кто-то может увидеть розовый и белый. Левый мозг аналитические числовые тыры-пыры, правый мозг творчества, музыка и искусство. Ну, я вижу серый и бирюзовый. Ну, в смысле, да, зелёный и серый, как тут написано. Алёнка! Ты какие цвета тут видишь? Серый и зелёный. Мы с тобой левые. Селя, а ты? Селя вообще не одупляет, что происходит. Сидит у себя в домике. Сейчас, фоткаю. Мама, сядь в цветочки, я тебя сфотографирую, а потом тётю Люди отправлю. Я, ну, мам, я не хочу. Мама, быстро сел в траву. Я, тётя Люда. Вот это жених. Когда ругаешься на своего парня, а твой рост метр с кепкой, но ты всё равно стараешься выглядеть устрашающе, смотря на него грозным взглядом, снизу вверх. Это на меня Алёнка так ругается. У меня нет времени на зал, приходится ходить с утяжелителем. Но это твой живот. Ну да. И да, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новый выпуск Мимозга. Поехали. Единственная правдоподобная конспирологическая теория. Симпсонов делает группа путешественников во времени. Им запрещено вмешиваться в естественный ход истории, но можно вставлять пасхалки. В нашей книге, кстати, в конце есть одна прикольная пасхалка. Прочитайте книгу бесплатно по ссылке в описании и зацените пасхалку в конце. Вспомнилось, как мой автоинструктор, взрослый двухметровый толстый Адыгейтс, говорил, «У меня 40 лет стажа и ни одной аварии, знаешь почему? Потому что я езжу не так, как самый охрененный в мире водитель, а будто вокруг полные идиоты с гранатами, от которых неизвестно чего ждать». И я тогда в свои 18 сразу и не понял, что это правило одно из самых важных по жизни вообще. В маленьком городе мы не говорим «нет, я его не знаю», мы говорим «знаю, но лично не знаком». Кто пишет «ещё так близко не знаю, хлебальник знакомый, точно пару раз бухали». Кто-то ещё пишет «или так, чё-то по имени не помню». Показывают фото «ааа, этот что ли? Ну знаю». Ну да, я тоже много кого в лицо знал, когда жил в посёлке. А по имени и лично мало кого. А тем временем в Казани упала буква «А» и люди немного паникуют. Казнь. Кто пишет «лучше поставить «А» обратно, убрать мягкий знак и устраивать чемпионат по съеданию плова». Казан. Ну тоже так можно. Свадьбу решили не отменять из-за извержения вулкана Та-Аль. Фотографии со свадьбы вышли просто невероятными. Кто пишет «готовы ли вы умереть в один день? Да хоть сейчас». Первое 11 января – приятная усталость. Весь остальный год – неприятная усталость. Песня – это когда слова положили на музыку. Современная песня – это когда положили и на музыку, и на слова. Пара-пара-пам. Абсолютно никто. Я, когда жевал еду, случайно прикусил свой язык. Недавно смотрел с батей Гарри Поттера и просто выполз фразы «А им там воск на головы не капает?» А действительно. Да не, это ж волшебные свечи. Ну вот я и попил какао с зефиром. Спасибо. Кто пишет «картинка на кружке» как раз подходит под ситуацию. Мой пес похож на имперский шагоход АТАТ из «Звездных войн», который повстанцы повалили на землю. Есть немного. У него просто лапы длинные. Ну, либо ракурс такой. Мой холодильник – когда я буду жить отдельно? Кто пишет «какой наивный, еще не в курсе, какие дорогие продукты». И сколько ты на самом деле жрешь? Новый тренд из сети. Одна бровь в виде месяца. Девушки, остановитесь. Кто пишет «брови нужны, чтоб пот с олба не стекал в глаза, а не это вот все». Хммм. Никогда об этом не задумывался. Слушайте, а ведь правда? Я в три ночи пытаюсь отбросить все мысли и просто уснуть. Мой мозг в три ночи. Так, мужик, я спрашиваю в последний раз, где Старая Зеландия? Препод. Вот вам задание на месяц. Три недели до сдачи. Я. Ну, наверное, нужно сделать его сейчас. Мозг. Не, подожди. Две недели до сдачи. Я. А сейчас? Мозг. Еще нет. Неделя до сдачи. Я. А теперь-то пора? Мозг. Нет, я сказал. Один день до сдачи. Мозг. А теперь пора. Учителю рисования. Не всем дано быть Пикассо. Тем временем Пикассо. Это же мои детские рисунки. Чайные пакетики, которые одновременно удивят и напугают ваших гостей. Ну, понеслась. Мем-календарь 2021. Январь. А дальше еще заблокировано. Как выглядят мужчины при деньгах, когда нет денег. Как выглядят женщины при деньгах, когда нет денег. Перед Новым Годом схватила две пачки тертого пармезана по акции, чтобы наверняка хватило на все закуски, но понадобилось всего одна треть от этой пачки. И с тех пор у меня каждый день офигенные кулинарные изыски, типа дошрак с пармезаном, пельмени с пармезаном, сгоревшие оладьи с пармезаном. Теперь я знаю, что авторы всех этих отчаянных зарубежных рецептов, типа «Добавьте пармезан в пармезан», просто однажды схватили две пачки по акции перед Новым Годом и теперь не знают, куда его деть. Когда перепечатал слово уже два раза, но автокоррекция все равно его заменила. Тупая машина, сил моих больше нет. Я не хочу прекрасная в своей лаконичности фраза. Не понимаю, почему ее перестали воспринимать весомым аргументом и нужно уточнять причины, мотивы, приложите сцен на пять страниц с объяснением. Я не хочу и все. Вот именно. Правильно ли я понимаю, что 2021 год начинается с того, что в Америке штурмом взяли Капитолия, а Британия вышла из Евросоюза? Вот это я понимаю первая серия второго сезона. Главное, чтоб не последнего. Это я, Ричард Гир, помогите выбраться из Хатико. Обратите внимание, Рон Перлман тоже заперт. И вытащите уже кто-нибудь, наконец, Дукалиса из Альпаки. Роняю леденец на ковер. Леденец. Привет. Я в 15 лет. Да кто ходит вообще с этими бомжатскими скидочными картами? Кому они нужны вообще там скидывая какие-то сущие копейки? Я в 20 лет, когда кассирша пробила мой хлебушек и не спросила карту магазина. У меня есть карточка и пакетик свой. Почему нет правил дорожного движения в супермаркетах? Люди же водят тележки, как козлы. Действительно. Учёные. Вода не имеет вкуса. Я, когда нахожусь в гостях у кого-то... Ну, у меня дома вода вкуснее. Это потому, что ты привык к своей воде. И вкус у неё есть по-любому. Все восхищаются котиками и собачками, но вы только взгляните на этих милых бегемотиков. Кто пишет, это я после праздников. 10 лет назад 500 мегабайт интернета стоили как сейчас безлимит. А всё потому, что это был чистый, концентрированный, на 100% свободный интернет. Нынче такой интернет не делают. Всё разбавлено цензурой. Вот и продают за бесценок. Эх, были времена. Бать, можешь скинуть мне 400 рублей? Я маме подарок куплю. А сколько он стоит? 800, но 400 у меня есть. Скину 100 рублей, покупай что-нибудь за 500, не больше. Эм, ну почему? Потому что неудобно будет, если твой подарок будет дороже моего. Если я буду отцом, то только таким. Захожу сегодня в магазин, расплачиваюсь через часы. Их не видно под рукавом куртке, рядом стоят три бабки. Одна из них, ой, как всё современно. Я, чипирование, удобная штука. И ухожу в закат. Не, надо было банковскую карту себе под шапку подложить и расплатиться лбом, приложиться к кассе. Я, когда надо идти в душ. Не хочу идти, слишком холодно. Я в душе. Так не хочу выходить, тут очень тепло. Из всех диснеевских персонажей я ассоциирую себя со стичем. Потому что я вроде прикольный, но злой. Что говорю, ничего не понятно. И вообще та ещё псина. А ещё я всё время синий. Один в один. Чтобы люди меньше меня бесили, я представляю, что их поведение описывает Николай Дроздов. Голосом Дроздова. А это самец гопника приподъездного. Этот забавный примат может весь день провести в одном положении, сидя на картах. Но ради похода на водопой за свежим пивасом активизируется и ковыляет к ближайшему варьку. Широко расставив верхние конечности. Так он демонстрирует остальным приматам свою альфа-самцовость. Ну, из меня плохой Дроздов, конечно. Ну, как получилось. И так сойдёт. Четыре инженера садятся в машину, она не заводится. Инженер-механик. Наверное, сломался стартер. Инженер-электрик. Может сдох аккумулятор? Инженер-химик. Да, это плохой бензин. IT-инженер. Эй, ребят, у меня есть идея. Как насчёт того, чтобы выйти из машины и сесть в неё снова? Инженер-технолог. Конструктор-дебил, она и не могла завестись. Горный инженер достаёт дрель, сверлит дырочку в капоте и через неё пытается понять, да что там происходит. После этого звонит знакомому геофизику. Маркетолог продаёт машину вместе со всеми инженерами к чёртовой матери. А гуманитарий просто сидит такой. Блин, почему она не заводится? Зачем? Зачем она не заводится? Что есть бытие? Как назвать ребёнка? Папа. Там, но, мама, танге, бабушка, элвис, дед, лео. Шо? Шо за слова? Я. Через одну минуту приедет белый хендай солярис. Там, но, так не, элвис, лео. Илон Маск решил продать всё своё имущество, чтобы все поняли, как серьёзно он настроен на колонизацию Марса. Для космоса потребуется каждая копейка, и ради этого Илон готов отказаться даже от своего жилья. По его словам, он и так постоянно спит на своих заводах. Сильно. Все в гостях, выходят из-за стола, потому что уже наелись. Я в гостях. Извините, а какое-нибудь фото как будто бы сладкое будет? И передайте, пожалуйста, ещё оливье и бутербродик со шпротами. Я бы сделал всё, что угодно, чтобы поспать 8 часов. За исключением того, чтобы ложиться спать за 8 часов до того, как мне нужно проснуться. Шо? Шо с тобой не так? Что у тебя с машиной? У неё английский актёр из Шерлока. В смысле? Барахлиткарбюратор. Когда я вижу такие ногти, у меня ассоциация только вот с таким. Кто пишет, они что из стали? Это что ногти? Я думал, это сосиски. Бог, а давай некоторым людям будем блюрить изображения. Дежурный ангел. А если им не понравится? Бог, в смысле не понравится? Ну пусть носят очки. Используйте собственные слова. Не надо просто копировать из учебника. Книга. Она родилась в 1978 году. Я 1978 год, в котором она была рождена. Кто пишет, подержите моё пиво. Шоу 1978 год. До развала Советского Союза оставалось 13 лет. И именно поэтому она ещё успела съездить в Артек, стать пионером и познать радость детства ребёнка, рождённого в СССР. Ведь именно в 78-м она появилась на свет. А этот парень знает толк. Видимо диплом уже написал. Одеяло щупальца. Японское творение. Владельцы такого говорят, что ничего более удобного не бывает. Кто пишет, сложность заправки под одеяльник вышла на новый уровень. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны, и зацените другие мои видосы. А ещё переходите по ссылке в описании и прочитайте нашу книгу, которая называется «Привет, мир». Книга в жанре фантастика, абсолютно бесплатна, поэтому переходите, скачивайте. И надеемся на хорошие оценочки и отзывы. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»